приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня приготовим сдобную булочку с кунжутной мукой почему-то хлеб не очень пользуется популярностью в интернете наши видео с хлебом просматривать значительно меньше чем видео с колбасой и сыром вот поэтому долго рассказывать про хлеб не буду просто будет очень вкусная булочка кунжутную муку как и другие виды интересной муки мы покупаем там допустим гречневую муку леную муку муку из зародышей пшеницы покупаем в одном интересном магазинчике ссылку найдете под видео в описании вот собственно говоря нам понадобится пшеничная мука высшего сорта и кунжутная мука сейчас покажу ее поближе такая интересная штука представляет из себя такие достаточно крупные хлопья хлеб с этой мукой получается не только очень вкусный но и невероятно полезный помимо кунжутной и пшеничной муки нам понадобится теплое молоко яйца семечки кунжута для украшения хлеба сливочное масло соль хлебопекарские сухие дрожжи и сахар в первую очередь кстати ссылку на вернее не ссылку а количество ингредиентов и пошаговый рецепт видео количество ингредиентов на одну плетеночку и пошаговый рецепт видео найдете в описании в первую очередь нам надо приготовить опару для этого молочко сюда две ложечки муки хорошенько размешиваем сюда же отправляем сахар и размешиваем до полного растворения молочко должно быть температурой 37 38 градусов высыпаем в опару сухие хлебопекарские дрожжи еще раз хорошенько размешиваем и на 15 минут ставим в теплое место под теплым местом подразумеваем температуру 30 градусов 30 31 можно в духовке в обычной включить нагрев где-то на пол минуты там наберется нужная температура опара готовит готова пенится и бурлит смешаем оба вида муки и в это время пока готовилась опара мы растопили сливочное масло просто в микроволновку поставили его на 30 секунд добавляем в опару соль и хорошенько размешиваем после того как соль растворилась вводим примерно половину муки и начинаем размешивать ложкой важное очень очень важное действие испачкать в муке все вокруг у меня это всегда хорошо получается вводим сюда есть растопленное сливочное масло и яйцо и опять-таки перемешиваем ложечкой пока еще мешается ложечкой вводим оставшуюся часть муки и начинаем вымешивать тесто черт побери у меня о все мука пошла я хотел сказать что у меня сегодня получилось не засыпать все мукой ничего шеньки подобного как только ложечкой становится вымешивать уже достаточно сложно проводим следующую процедуру любит руки меня постоянно спрашивается чё на тестомесе не делаешь остатком масла я смазал руки для того чтобы тесто не прилипало и начинаю вымешивать вымешивать буду долго минут пять еще существует мнение о том что тепло человеческих рук как-то передается дрожжам и они лучше активируются или активизируются как кому удобнее в общем друзья я я остаюсь за грустным вымешиванием теста может и веселым не например весело люблю и мешать тесто хотя начал делать это достаточно недавно а через пять минут покажу вам что получится после того как тесто достаточно вымешано вот так вот подворачиваем его вниз и делаем такой колобочек лариса конечно получается колобочки аккуратней у нее опыта побольше я только недавно начал печь хлеб как печь пока это делаю все под четким руководством под чутким руководством ларисы накрываем хлебушек стрейч пленкой ставим его на расстойку на 1 час при температуре 30 градусов опять же такие если нет духовки с функцией расстойки теста то включаем нагрев а где-то на полминуты а потом включаем в духовке лампочку и температура будет поддерживаться через час увидимся через час тесто подошло и чтобы хлебушек у нас получился красивый и не корявый дальше будет делать лариса обминаем тесто лариса смеется вот таким вот образом путем заворачивания его вовнутрь далее делим наше тесто примерно на три одинаковые части можно конечно воспользоваться весами но у лариса рука набита и она делит так на глаз формируем колобочки теперь три маленьких колобочка вот таким вот образом накрываем пленочкой и оставляем уже при комнатной температуре еще на 15 минут на вторую расстойку далее из каждого колобка надо скатать колбаску но не сыра копченую а тестовую таким вот образом досточку и руки лучше смазать растительным маслом для того чтобы тесто не прилипало и в то же время масло заглаживает тесто делает его как бы немножко глянцевым краешки колбасок немножко вот так вот защипываем чтобы у нас косичка получилась красивая и далее друзья если у вас была дочка и вы заплетали косичку вы знаете как это делать а если не повезло с таким счастьем тогда смотрите как это делает лариса вы поняли краешки здесь сощипнули в такую но как бы чтобы они соединились просто косичка плетется вот так вот из теста как обычная косичка с противоположной стороны краешки также защипываются и подворачиваются под низ вот таким вот образом противень на котором будем запекать застилаем либо тефлоновым ковриком либо пергаментом для запекания все испортил перемещаем нашу плетеночку на противень накрываем сбрызгиваем полотенца обычной водой чтобы она стала чуть влажная и накрываем нашу плетенку оставляем на полчаса при комнатной температуре на третью расстойку через полчаса плетенка подошла в третий раз смазываем ее взбитым желтком для того чтобы была красивая глянцевая такая зажаристая корочка и посыпаем кунжутом можно конечно посыпать допустим маком но у нас же кунжутный хлеб поэтому решили посыпать его именно кунжутом в это время духовка разогрелась у нас до температуры 200 градусов отправляем плетенку в духовой шкаф температура 200 градусов конвекция выключена и забрызгиваем туда вот так вот прямо из брызгалки водички запекаем в течение 25 минут и через 23 минуты хлебушек готов получилась вот такая здоровская плетеночка помещаем ее на какую-нибудь решетку для того чтобы она равномерно охладилась дело в том что если оставить хлеб на противне то снизу образуется роса и хлеб будет размокать а нам нужно чтобы он равномерно остыл после полного остава остывания друзья будем дегустировать после того как плетеночка остыла можно ее разрезать почему-то говорят что свежий сдобный хлеб очень вреден но по-моему он не только вреден но и вкусен наверное самый вкусный хлеб это свежий сдобный давайте сейчас покажу вам разрез вот такая вот друзья получилось сдобная плетеночка очень нежная очень мягкая очень ароматная и очень вкусная попытаюсь вам дорогие друзья передать вкус этого хлебушка ну а первых аромат он реально очень ароматный все-таки кунжутная мука она дает свое конечно этот хлеб не такой вот прям пышный как хлеб из обычной пшеничной муки но зато он намного вкуснее намного полезней хрустящая корочка это вообще нечто сама плетеночка она вот но нельзя сказать что вкус специфический она просто очень вкусная конечно она сдобная а конечно она сладенькая и вы знаете у меня сейчас одно желание сейчас заварю все чай очка сюда масельца метка и это будет это самое то классный сдобный хлеб но и в то же время сам сам по себе кунжут очень полезен он богат маслами там всякими поливитаминами минералами в общем можете почитать в интернете чем полезно кунжутная мука потому что там тоже целая википедии вот такая вот страница я не брался это изучать но хлеб получился просто фантастика и по виду и по вкусу но и так сказать это удовольствие это двойное это и эстетическое удовольствие и кулинарное удовольствие поэтому друзья с удовольствием вам представляем рецепт плетенки из кунжутной муки попробуйте его приготовить если не хотите заморачиваться с плетенкой точно также можно сделать обычный сдобный хлеб получится одну не хуже но нам вот захотелось сделать плетеночку надеюсь надеюсь что вы попробуете и вам понравится ну и конечно же друзья подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх а мы готовим прошу прощения готовим для вас новые интересные вкусные хлебушки сырочки и колбаски всего доброго пока